Здравствуйте, с вами Вахарина Наталья Николаевна, учитель географии. Я проведу урок по теме реки, озера материка Евразии, многолетняя мерзлота, современное оледенение. Цель нашего урока – сформировать представление об общих особенностях внутренних вод Евразии, многолетней мерзлоте, современном оледенении. Задача – изучить специфику внутренних вод отдельных территорий материка, гидрологические объекты Евразии, являющиеся мировыми рекордсменами, выявить происхождение ледников и их виды. Огромные размеры материка Евразии, его сложный рельеф и различия условий увлажнения – все эти факторы отражаются на распределении водных объектов. Евразия – единственный материк, реки которого принадлежат бассейнам всех океанов. В то же время здесь находится самая большая на земном шаре область внутреннего стока, на долю которой приходится около 30% общей площади континента. В Евразии есть все типы рек по источникам питания и режиму стока. В разных частях материка реки питаются дождевыми, грунтовыми, талыми, снеговыми и ледниковыми водами. Особенностью Евразии является очень неравномерное расположение рек по поверхности материка. Самые крупные речные системы находятся в Азии. В Европе много небольших рек. В центральных частях материка речная сеть практически отсутствует. Реки Евразии несут свои воды во все океаны планеты, перечислив бассейна стока. Бассейн Северного Ледовитого океана, бассейн Индийского океана, бассейн Атлантического океана, бассейн Тихого океана и бассейн Внутреннего стока. В то же время треть поверхности материка не имеет связи с Мировым океаном, образуя крупнейший на Земле бассейн Внутреннего стока. Бассейн Северного Ледовитого океана занимает северную часть материка. В Северный Ледовитый океан впадают некоторые короткие реки Скандинавского полуострова и крупнейшие реки России. Обь, Енисей, Лена и множество других. Все они питаются преимущественно тауми снеговыми водами и частично за счет летних дождей. Зимой реки надолго замерзают. Вскрытие их начинается с наступлением теплого сезона. С верховьев, куда весна приходит раньше. Из-за того, что ниже по течению река находится еще подо льдом, происходят ледяные заторы. Высокий подъем уровня воды, широкие разливы на десятки километров. Бассейн Тихого океана. Посмотрим на карту. Реки бассейна Тихого океана начинаются, как правило, в высоких горах. Значительная часть течения таких крупных рек, как Хуанхэ, Янзы, Меконг, лежит в высокогорных районах Тибета. В верховьях эти реки имеют стремительное течение, глубоко врезаются в толщи горных пород. И вынося на равнины огромное количество взвешенного материала, отлагающегося затем на низменностях Восточной и Юго-Восточной Азии. Особенно многоводные реки бассейна Тихого океана Янзы, Хуанхэ, Меконг и Амур. Вид реки Амур. В данном случае здесь представлена река Янзы, самая длинная и многоводная река Азии. В переводе из китайского языка – длинная река. Воды реки используются для полива рисовых полей. Река Хуанхэ – желтая река. Это связано с тем, что река переносит обилие песчаных наносов, придающих желтоватый оттенок воде. Вид реки Меконг. Бассейн Тихого океана достаточно велик, но уступает по площади бассейну Северного ледовитого океана. Бассейн Индийского океана К бассейну Индийского океана относятся системы рек Инда, Ганда, Брахмапутры, Тигр, Ефрат. Эти реки имеют сложный режим. В верховьях эти горные реки, а по индоганской и месопотамской низменностям текут спокойно. В верховьях реки получают воды от таяния снегов и льдов, формирующихся на Армянском Нагорье и в Гималаях. Летом в период муссонных дождей на склонах Гималаях выпадает огромное количество осадков. Уровень рек Индостана в этот сезон резко повышается. При впадении в Бенгальский залив Ганг и Брахмапутра образуют обширную заболоченную дельту площадью около 80 тысяч километров в квадрате. При разливах в период муссонных дождей здесь случаются грандиозные разливы, наводнения. На берегах рек Бассейна Индийского океана Ганг, Инд, Ефрат, Тигр, Брахмапутра зародились первые государства Земли. Реки Инд, Ганг и Брахмапутра берут начало в горах Гималаях. Большая их часть протекает по Индоганской равнине. Тигр и Ефрат являются основными реками Месопотамии. Ганг – одна из полноводных рек Южной Азии. С древности считается священной рекой индусов. В Атлантический океан и его моря впадают реки Западной, Южной и частично Восточной Европы. Основная часть рек Западной и Южной Европы начинается в горах. В верхнем течении они протекают в узких глубоких долинах. Имеют многочисленные пороги и водопады. Стремительные водные потоки выносят массу твердого материала – песок, гальку, который откладывается при выходе рек на равнины, где течение резко замедляется. Режим рек зависит от особенностей климатических условий. На Западе, в области морского климата, реки не замерзают. Они полноводные круглый год, особенно зимой, когда уменьшается испарение реки Темса, Сена и другие. Восточнее, там, где реки зимой ненадолго замерзают, и устанавливается снежный покров в половодья на реках весенние. Это реки Висла, Одер, Эльва и другие. Реки Бассейна Атлантического океана отличаются небольшими размерами. Крупнейшими речными системами являются Дунай, Непр и Рейн. Дунай – самая крупная река Бассейна, вторая по протяженности река Европы. В верхнем течении горная, а в среднем и нижнем – равнинная. Дунай несет свои воды в Черное море. Реки Рейн и Дунай – важнейшие транспортные магистрали. На карте вы их можете увидеть. Бассейн внутреннего стока занимает центральную часть материка. Самая крупная река этого бассейна – это Волга, длиной 3530 километров. Волга – равнинная река, которая несет свои воды в Каспийское море-озеро, образуя мощную дельту. Источники питания рек. Дождевое питание преобладает в теплом поясе и в районах умеренного пояса с мусорным климатом. Снеговое питание преобладает в холодном и в умеренном поясах. Ледниковое питание происходит в результате таяния ледников. Подземное питание – поступление в реку грунтовых и межпластовых вод. Многочисленные озера Евразии самого разного происхождения. Распространенные озера – остаточные, реликтовые, которые сохранились до нашего времени от более крупных водоемов неогена и четвертичного времени. Прежде всего, это Каспийское и Аральское озера моря. Это остатки древнего морского бассейна, потерявшего связь с океаном. Из мелких озер этого типа сохранились только те, уровень которых поддерживается реками Лабнор, Туз, Упсуну. Такие озера обычно засолены и имеют непостоянную береговую линию. Озера по происхождению озерных потловин – тектонические. Каспийское море, Аральское, Балхаш, Байкал, Баденское, Балатон и Сыкуль. Ледниковое – озера северной части материка, Ладожское и Онежское. Озера Центральной Азии и Гималаев. Вулканические – озера Дальнего Востока и Японии. Карстовые – озера на юге Европы, на западе и юго-востоке Азии. Пойменные – повсеместно в долинах рек. Озера по происхождению озерных потловин мы можем увидеть на данном слайде. Здесь показан рисунок на плане, как выглядят эти озера. Далее видны примеры. Тектоническое – это Байкал, остаточное – это Каспий, вулканические – это Гранатская, Камчатка. Ледниковое и Маренные – это Чудское, Эльмень, Телегер и другие озера северо-запада России. Ледниковое и тектоническое – это Ладожское, Онежское, те, что находятся на северо-западе России. Старичные – поймены, старичные – остатки старого мусла реки. Мелкие озера, обычно расположенные в поймах рек. Озера ледникового происхождения – это Ладожское, Онежское, мы видим их на карте. Самое большое в мире озеро по площади – Каспийское море-озеро, тектонического происхождения. Озеро не имеет стока, расположено на границе Европы и Азии. Каспийское и Аральские озера представляют остатки древнего морского бассейна, который раньше составлял единое целое со Средиземным морем. Озеро Байкал – самое глубокое озеро мира Байкал, которое образовалось в разломе земной коры. Глубина озера превышает 1600 метров. Байкал славится необыкновенно чистой и насыщенной кислородом водой. Благодаря деятельности живых организмов, которые обитают в озере, вода содержит небольшое количество минеральных веществ, поэтому по своим свойствам она близка к гистиллированной. Вода в Байкале настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы можно увидеть на глубине 40 метров. В самое глубокое тектоническое впадение мира расположено Бесточное озеро. Соленость воды составляет 260-270 промилле, тогда как средняя соленость воды в Мировом океане равна 45 промилле. Органическая жизнь в его водах практически отсутствует, поэтому озеро и получило название «Мертвое море». Еще одной особенностью Евразии является широкое распространение болот и заболоченных земель рядом с обширными засушливыми пространствами. Самые большие по площади болота находятся в Восточно-Сибирской тундре, в районах Западной Сибири, по долине Ганго. Здесь они занимают более 75% территории. На территории Евразии выделяют два оледенения – горное и материковое, покровное. Горные ледники покрывают вершины Альп, Памира, Тяньшань, Кавказа, Ямалаев. Материковое оледенение характерно для острова Исландия, острова Новой Земля и архипелага Шпицберген. Районно-многолетней мерзлоты показано на данной карте. Фиолетовый цвет означает районно-многолетней мерзлоты в северном полушарии. Причина образования многолетней мерзлоты, как считают ученые, холодные малоснежные зимы и среднегодовые температуры ниже 0 градусов. На большей территории Северной Евразии распространена многолетняя мерзлота. Ее называют также вечной. Она охватывает почти 1,3 территории азиатской части материка. Мерзлый слой горных пород содержит лед и имеет толщину от нескольких метров на Кольском полуострове до 1500 метров на полуострове Таймыр. Летом мерзлый слой оттаивает на глубину 40-150 см. Данные объекты, реки, озера, острова следует нанести на контурную карту. Давайте запомним мировые рекордсмены. Каспийское море – самое большое по площади озера. Байкал – самое глубокое озеро. Мертвое море – самое соленое озеро мира. Крупнейшими реками материка являются Янзы, Лена и Енисей. Мы изучили тему реки, озера материка Евразия, многолетняя мерзлота, современное оледенение. Благодарю за внимание.